Молодой человек в образе самца жука-носорога исполняет битбокс, под который среднеазиатские дворники поют песни. Нет, это не бред сумасшедшего. Это одна из презентаций научного слэма, состоявшегося на днях в креативном пространстве квартал. Подробный конкурс молодых ученых проходит в Ульяновске уже во второй раз. Суть ее в том, что молодые ученые в творческой манере рассказывают о своих исследованиях или изобретениях. Главное, чтобы эти исследования и изобретения были актуальны и действительно имели научную ценность. Подано было заявок на участие более 30. В финал у нас сегодня прошли 12 участников, которые будут точно защищать свои проекты и расскажут нам в творческой форме о своих исследованиях. Состязались молодые ученые не только за признание со стороны жюри и грамоту в рамке. За три первых места полагались серьезные денежные вознаграждения. Победителю 50 тысяч рублей, за второе место 25 и за третье 15. И ученые старались. Представители УГСХ показали два мюзикла. Упомянутые жуки-носороги были героями одного из них, а второй повествовал о нелегкой судьбе бродячих собак. Но все-таки ставка на творчество себя оправдала не до конца. Куда больше жюри вдохновили те из участников, у кого преобладала научность. Так, занявшая второе место аспирантка УГСХ Дарья Захарова, рассказала о своих исследованиях кремния в стиле передачи «Галилео». Ставший третьим студентом того же вуза Петр Агеев, хоть и пел песню про свою сушилку для зерна, но и без наглядности собравшихся не оставил. Победила же наука в чистом виде. Именно такой, исключительно научной была презентация студентки УЛГПУ Ирины Шмыговой, которая презентовала прибор с пугающим названием «Электрогидравлический ультразвуковой преобразователь». С помощью этого прибора можно создавать, к примеру, цемент, который не будет разрушаться десятки лет. Это уникальнейшая возможность представить то, что сегодня есть, вот на этой аудитории и указать значимость еще раз, чтобы правительство Ульяновской области, Министерство образования Ульяновской области взяла себе это на вооружение и способствовало нам, молодым ученым, молодым талантам развивать свои проекты дальше. Все из участников научного слэма, кто остался без призов, не расстроились. Все-таки они смогли и коллег посмотреть, и себя показать. Игорь Улитин, Ульяновская правда.